Всем привет! Меня зовут Ксения и я, как обычно, разыгрываю деньги, но на этот раз конкурс будет только один. 20 долларов тому, у кого у первого комментарий продержится 2 часа без единого лайка и комментарий должен быть осмысленный по теме видео. Сегодня я вам расскажу о том, как у меня прошел нонфарм в этом месяце. В этом месяце он меня просто порадовал, потому что не было ни капли сомнений с момента выхода новости. Примерно за 5 минут я заработала достаточно прилично. Чтобы вообще узнать весь принцип, как я торгую по нонфарму, оставайтесь в этом видео, досматривайте его до конца, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, потому что для меня очень важна ваша поддержка и мне важно понимать, что я не зря все это делаю, не зря все это снимаю. Честно говоря, в пятницу я вообще забыла, что нонфарм буквально там за полчаса до начала я такая, блин, надо же торговать. И в итоге все равно все успело, единственное, что не успела вот так сесть перед камерой и что-то рассказать. Зато успела записать экран и вам сейчас все расскажу, все опишу. Скажу так, это был первый нонфарм за вот эти вот все месяцы, ближайшие, не знаю, там полгода, когда я вообще не ставила изначально никаких уровней, я наоборот все убрала с графика, чтобы просто оставить себе возможность тупо положиться на новость, так скажем. Так, смотрите, нонфарм это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. То есть это одна из самых вообще важных мировых новостей. Очень многие трейдеры по ней торгуют, а когда нонфарм не отрабатывает, то очень многие трейдеры потом весь месяц спьют, потому что очень много денег валивают в такие сделки. Нонфарм по-другому называется в своих кругах вторая зарплата трейдера. То есть если вы научитесь пользоваться, так скажем, данным инструментом, тогда у вас все будет прям четко. Вы сможете просто совершать там одну сделку в месяц из разряда. Короче, я ждала-ждала-ждала, ждала-ждала-ждала, пока новость выйдет. Просто вот так сидела на самом деле у компании и просто наблюдала. Выходит, эта новость ровно в 15.30. Открывалась я, как обычно, на доллары мексиканцы. И вот, как можете заметить, изначально мой баланс был 7385 долларов. Тут буквально в мгновение выходят все вот эти новости. Я замечаю, что она зеленая. Мало того, что она зеленая, так она еще и больше предыдущей. То есть если бы данные фактически вышли бы там в середине вот этих двух цифр, тогда еще были бы какие-то сомнения. И был бы какой-то прострел, например, не в ту сторону. Но здесь, прям, посмотрите, зеленая новость. Выше прогнозируемых данных, выше предыдущих данных. Это прям сказка. И я сразу сходу открылась. Просто посмотрите, как цена сразу полетела вверх. Вообще я тейк выставила вот здесь. То есть я думаю, вот здесь есть такая достаточно сильная зона сопротивления. Скорее всего, цена будет отталкиваться от нее. Но вот так наблюдая там буквально пару минут, я поняла, что вот это вот сопротивление также приносит сейчас геморрой, так скажем. И цена просто... Да, она, скорее всего, его пробила. Я, на самом деле, даже дальше не смотрела. Но вот здесь начались вот такие вот танцы с бубном. То есть конкретно у этого прям уровня. И вот когда я вижу, что, о, нормально, прибыль 2000 долларов, в принципе, сделку можно закрывать. Тем более из разряда вот у меня 15 минут записан экран. Из них 9 я ждала выхода новости, там, и 5 минут шла сделка. То есть сами можете понять, да? И, в принципе, все. Вот история этой сделки. И так получается, что я вам, в принципе, все свои сделки, вот с момента, как открыла этот новый счет, я вам все свои сделки показала в прошлых видео. Буквально меньше месяца я торгую, у меня уже депозит стал 9000. Понимаете? С пяти. Даже 9400. 9400. Правда, сегодня вот понедельник, и сегодня я вам скажу по секретику, что у меня пока что просадочка такая нормальная. Но, тем не менее, 4400 за три недели на Форексе с депозитов 5000. То есть я практически его удвоила. А вам говорят про то, что, ой, вы будете получать там 20% в год. Получая 20% в год, у вас, по сути, такие же риски, как если вы получаете 100% в месяц. Просто возьмите себе на заметку, что неважно там, сколько у вас цельно торговать, 20% или 100%, риски у вас абсолютно одинаковые. Ну, я не говорю сейчас про money management и так далее, что при правильном money management вы можете слить, даже если там максимально консервативно торгуете, и максимально у вас незавышенные требования по заработку. Просто подумайте об этом на досуге. А я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошее настроение, всем огромного профита, всем пока!